Шалом, дорогие друзья, Хайфа, студия, Оазис Медиа, Мессианская община Шавей Цион. И мы продолжаем с книгой Откровения, надеемся закончить это сегодня. Пусть Господь благословит всех вас и всех нас. И вот здесь, по-моему, уже более легкий текст, хотя опять-таки мы можем толковать. Я многократно в своих учениях говорю о восстановлении, исправлении, текун. И здесь говорится, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. О чем здесь говорится? Некоторые говорят, это вот на другой галактике. Я вижу здесь текст, который говорит, что исправление пришло, грех, который пронизал здесь на земле, какие-то элементы убран, небеса, которые пронизаны грехом, возможно, под небесными духами. Они удалены, очищены, обновлены. Это как завет. Обновляю с вами завет. Обновляю, восстанавливаю. И вот Иоанн говорит, и я увидел святый город Ярушала, им новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Некоторые задают вопросы, когда построят третий храм? Когда, не знаю, построят, не построят, не имеет значения. С небес произойдет какое-то восстановление. Но это будут не только вещи, сходящие с небес. Вы знаете, дела нашей жизни, вересовершенные, наши молитвы, наши добрые дела, которые, возможно, игнорируются большинством неверующих или даже верующих людей, в один день станут для нас тем, что мы увидим, как их Господь берет как будто камешки, как будто камни или блоки этого грядущего Иерусалима. И они будут теми краеугольными, на которых это Божье великолепие будет спущено на землю. И я, Иоанн, увидел святой город Ярушала, им, я хочу еще раз прочитать, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, сескиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Вы знаете, это идея праздника Суккот, праздника кущи. И здесь даже используется, это скиния или куща, это что-то, что строят евреи, израильский народ, на своих балконах или возле дома, и оно такое шаткое, дождь может пройти внутрь, но через ветки этой кущи видны небеса. А идея, что в один раз эти небеса сойдут таким образом, что наполнят нас полностью, и наша земля будет изменена, и будет обитать с ними, и сам Бог будет с ними, и будет Богом их. То есть этот момент абсолютного богопознания, когда не будет человека сомневающегося, когда опять тот Творец, на иврите говорят, «барайта олам венейлам», сотворил этот мир и отдалился, опять приблизится, когда он будет различаем людьми в своем, возможно, данном нам определенном уровне откровения. То есть невозможно увидеть Творца и остаться живым, но тут будет что-то дано, чтобы мы могли прочувствовать свою зависимость от Него. «И смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю новое!» и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». «И сказал мне, совершилось, я из альфа и обега, начало и конец, жажущему дам даром от источника воды живой». Вот здесь как бы хотелось бы сказать, смотрите, какая мощь, какая сила. И это должно быть нашей надеждой восстановление, надежда, скрываемая на небесах. Когда-то Павел в Колоссянах высказался на эту тему таким образом, которая в один день станет явной. Не вопросы, дьявол, ангелы должны наполнять наше сердце. То где-то для мозга, для информации различили, отошли в сторону или помолились, чтобы Господь защитил. Но по жизни мы должны уповать именно вот на то грядущее восстановление. Оно согревает наше сердце, и оно дает нам надежду, что мы в руке Господа Бога. И мы участники этого, мы по Его милости, не по нашим заслугам. Мы должны стараться поступать разумно, как результат нашей веры, но не по нашим заслугам, а по Его великому милосердию. «И сказал, мне совершилось ясмь альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Ну, во-первых, Господь Бог с нас денег не берет. Но это не значит, что все вот просто так. Без того, чтобы получить, посвятив себя, то есть мы не можем. И, знаете, по-другому возникает так называемая легкая Евангелие. Только скажи «да» или там положи в корзинку 100 долларов или 100 шекелей, 100 рублей, и тебе вместо этого во сто крат вернется. Вы знаете, от такого, простите за выражение, бреда очень много людей потеряли все. И это не Библия. В жизни все стоит денег и все стоит усилий, все стоит нашего времени. И когда здесь говорится «даром», это не подразумевается, что это ничего вообще не стоит, стоит нашего посвящения, нашего желания, наших путей. Мы хотим идти за ним. Нашего решения в конечном итоге. Как Адам когда-то решил идти в другую сторону, мы решили идти за ним. И как возмещение или воздаяние на такое решение, он говорит «я есть Альфа и Омега, от начала и до конца я твой, и для тебя, и приготовлю, и благословлю». «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». «Боязливых же неверных и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идол служителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Ну, мы про то озеро вкратце сказали. Это какая-то наказательная мера, которая не имеет конца, в отличие от той предыдущей. То есть, после той предыдущей были какие-то воскресения, а здесь вот так, хотя вещь непонятная. «И пришел ко мне один из семи ангелов, это девятый стих, у которого было семь чаш наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Ну, то есть, здесь как бы с язвами уже закончено, уже все, хватит уже, мы уже устали от всех тех бед и горести. Я покажу тебе жену, невесту Агнца. Вот здесь я хочу остановиться на минутку и повториться. Жена, невеста Агнца. Некоторые воспринимают эти слова в полном буквализме. Типа, ну вот, это группа людей, а вот их жених. Вы знаете, это аллегория. Это как мы, это как мы овцы, а он пастух. То есть, да, он управляет, направляет нас, но кто из нас хочет быть овцой или козлом, или еще кем-то? Мы, это образные выражения, показывающие взаимосвязь, соединение. И здесь говорится о духовных концептах. И как еще выразить вот это проникновение Духа, всемогущего Творца, Духа, который Иешуа умоляет Отца излить на землю, соединяясь с нашими невидимыми частями сущности нашей человеческой. И это невероятный взрыв эмоциональный, духовный. И он здесь описан, как некая жена или невеста, и как некий жених. И возьмешь меня, 10 стих, в Духино, в великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерушалаем, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен Израилевых. С востока Троя, с севера Троя, с юга Троя и запада Троя ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Ну, здесь, наверное, Иоанн все видит чисто в еврейских глазах. Все завязано на 12 коленах, 12 ангелов каких-то высокого ранга и 12 еврейских апостолов, которые как бы представляли из себя представителей 12 колен Израилевых. Чтобы воплотить ту функцию, которую Господь Бог в свое время возложил на еврейский народ, вы будете царством священников и пророков для всего мира. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его, и город расположен четырехугольником, измерил его, я здесь не читаю каждое слово, и там для измерения используется мера человеческая, и стена его построена из ясписа, и город был чистое золото». То есть, опять-таки, нам Иоанн рисует картину мега-ювелирной лавки. Что-то такое мега-золотое, мега-ясписное, мега-ониксонское, мега-алмазное, что-то невероятное. Все мы знаем, сколько стоит камушек малюсенький, который женщина хочет иметь на своем кольце, что это стоит тысячи и тысячи шекелей, или там очень дорого. А тут просто основание из ясписа, или из бриллианта, или непонятно из чего. Я думаю, что Иоанн просто не находит слов, чтобы рассказать или описать то великолепие. «И улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Зададимся вопросом, какой вид золота прозрачен, как стекло? Как бы он как раз-то не как стекло, но это выражение, это какие-то аллегории. «Храма же я его не видел в нем, ибо Господь Бог вседержитель храма его и агнец». Вот где суть, что человечество входит в эпоху, про которую говорят псалмы, «что немного унизил его ты перед собой, перед Господом Богом». То есть мы каким-то образом восстанавливаемся в то состояние, которое было у Адама, а он был вхож в присутствие Господа Бога. Помните, в раю в день духовный или в день духа, там по-разному перевести это можно. Возможно, это был шаббат. Он должен был встретиться с Господом Богом. А здесь вот эта встреча состоялась, настоящий шаббат. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. То есть мы помним, что когда первое творение сотворялось, то светильники были поставлены на небо, чтобы они освещали день, и чтобы регулировали часы ночью. А здесь в этом нет нужды, потому что вопрос временности исчезает, «И Господь становится светилом, ибо слава Божия светила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». То есть все-таки здесь все равно чем-то завязано со славой, которую принесут цари земные. По всей видимости, это Ярушалаем, естественно. Но цари придут и скажут, «Вау, зачем мы воевали против этой земли? Зачем это было?» Я представляю настроение всех наших товарищей из Ирана, из Ирака, из Ливии. И как они придут сюда, и им нужно будет перед царем из семени Давида ломать шапку. Ну, так вот написано. «И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и не кто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнецов в книге жизни. Вопрос. А эти мерзкие еще существуют? Или они уже заточены? Или они просто не могут приблизиться туда?» Опять какое-то разделение. Я говорю эти слова немножко иронично, чтобы подчеркнуть, что есть много вопросов, и не так много ответов. И просто в надежде поживем-увидим. В надежде на восстановление всего 22 глава. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и агнеца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья, дерево для исцеления народов». Ну, про это уже говорилось. Но опять в каком формате? Если зло удалено, постепенное исцеление, или Иоанн рисует мега-картину, а возможно, мы просто должны сказать, опять-таки, поживем и увидим. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнеца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». «Узрят лицо кого? Творца или агнеца? «И ночи не будет там, и не будет иметь нужду ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их и будет царствовать во веки вековых». «Сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се скоро гряду, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сия. Я Иоанн видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал, смотри, не поклоняйся мне, ибо я сослужитель тебе и братьев твоим, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слова пророчества сие, ибо время близко». «Ну, уже две тысячи лет, как минимум, сколько еще будет, я не знаю. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный творит правду еще, и святый досвещается еще». Это для праведных людей книга. Нечистый даже не будет читать ее, просто проигнорирует. «Се скоро гряду, и возвездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Смотрите, интересные слова. «По делам его, а не по вере его». Очень часто многие говорят, я верую, этого достаточно. Бог оценивает нас все-таки по делам. Естественно, его суд включает оценку и мотивов, и мыслей наших, и обстоятельств, которые толкают нас к тому или к другому. Но основное движение, оно все-таки по делам. Язмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Это про Ишуа, что он от начала был, и он является завершающим. И в другом месте, в Колоссянах написано «все им, через него и для него». Как эти слова понять? Очень сложно. Также слова «в нем обитала полнота божества телесно». Как понять такие слова? Что это? К чему это? Альфа и омега – это какие-то параллельные этому. По всей видимости, мы должны подражать ему, учиться у него, следовать за ним, доверять ему. «Блажены те, которые соблюдают заповеди его». Смотрите, не только веруют, но соблюдают заповеди его. «Чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы и дослужителей всякие, любящие и делающие неправду. Я, Ишуа, послал ангела моего за свидетельство вам сие в церквах. Я из них корень и потомок Давида». Опять четкое утверждение. Все это связано с откровением также и Израиля. То есть Ишуа не представляется себе просто как царь мира. «Я из них потомок корень Давида. И дух, и невеста, и невеста говорят, приди. Баруха бабы, шема дунай. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Ибо если кто приложит что к ним, того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И подобные слова есть во второзаконии. Если кто отнимет что от слов в книге, пророчество сего того отнимет Бог. Участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Интересные слова, учитывая, что книга Откровения не сразу вошла в канон. То есть она была какое-то время игнорируема первыми верующими. И потом, только позднее, стала более читаемой и употребляемой. А те, которые игнорировали, они что? Я думаю, что эти слова мы должны в определенном формате, в фокусе воспринять. «Свидетельствуй сию, говорите ей, гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи, Ишуа, благодать Господа нашего Ишуа, со всеми вами, аминь». Я хочу, наверное, заключить словами. Для души это был серьезный материал. Для мозга — фрагменты, которые в один день смогут слиться во что-то важное. Но главное мы научились здесь определенным принципам. Принципам того, что не поступать радикально, особенно в толковании пророчеств. Уповать на Ишуа и знать, что вера в Него — это то, что подчеркивает в нас необходимо сделать какие-то дела, исполнять его заповеди, а именно проявлять себя в правильном формате с людьми, которые нас окружают. Потому что если мы говорим какие-то большие слова, а ведем себя как свиньи, то грош цена нашей вере очень много задействована на откровении Израиля. И верующие, которые игнорируют Израиль, я даже не совсем понимаю, как могут веровать. Даже Ишуа в последних стихах называет себя «сей есть царь» или «корень Давида», то есть связаны с откровениями Израилю и Давиду, царю. И очень важно все это воспринимать в комплексе. Главное, чтобы мы могли уповать на милость Творца, на Его желание оправдать нас. И могли призывать имя Ишуа, имя Ишуа творить чудеса, для того, чтобы преодолевать свои слабости, свои грехи, для того, чтобы исправляться, очищаться и направляться вперед. Я желаю всем вам благословения. И пусть этот краткий и легкий разбор утвердит вас вере. И еще раз желаю всем благословения из Сиона. Шалом вам! Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова